Мы находимся на верфи в Ленинградской области. Здесь на воду спустили электрическое пассажирское судно, которое в скором времени отправится в Нижний Новгород и выйдет на прогулочные линии по Волге. О технологиях расскажем в этой программе. Электрокатамаран собрали на входящем Citronix Group в судостроительном предприятии «Эмпериум». Компания, одна из первых в России, запустила в серийное производство электросуда класса «Река-озеро» для экскурсий, водных прогулок и пассажирских перевозок. Конкретно эта модель под названием «Экоход-2» создана по заказу компании «Водоход-пассажирский порт», которая организовывает речные прогулки по всей стране. Длина 31 метр, состоит из двух палуб и может перевозить до 130 пассажиров на борту. В основном салоне главной палубы 114 посадочных мест. В зале повышенной комфортности в носовой части судна 16 мест. Может развивать скорость до 30 километров в час. Работает полностью на батареях емкостью до 1200 киловатт в час. У нас здесь нет никаких двигателей внутреннего сгорания, никаких генераторов. То есть это, грубо говоря, электромобиль на воде. Это абсолютно экологичное судно. У него автономностью 5 часов. То есть 100 километров он может пройти крейсерской скорости до подзарядки. А насколько сложно осуществляется вот этот процесс подзарядки? Ничего сложного для данного судна, для катамарана. Это просто такая же розетка. Это настолько же просто, как зарядить электромобиль на данном этапе. Подзарядки также выпускаются нами, нашими подрядчиками. Мы их поставляем в города, где будут использоваться наши суда. Соответственно, в Красноярске и в Новгороде уже установлены зарядные станции. Мы подошли, воткнули вилку, зарядились и ушли. Соответственно, судно лишено тех проблем, которые имеют все суда с двигателями внутреннего сгорания. Операторы, судовладельцы лишены каких-то проблем с качеством топлива. Опять же, не нужно при бункировке судно огораживать бонами. То есть никаких проливов у нас топлива быть не может. Плюс судно очень тихое. То есть вы будете находиться прямо над машинным отделением. При этом вы не будете слышать никаких шумов, никакой вибрации, ничего. Ну и, соответственно, никаких выхлопов, выбросов. И учитывая то, что многие городские администрации идут по пути того, чтобы вывести за территорию города суда с двигателями внутреннего сгорания, соответственно, я вижу только одни плюсы для нашей компании и вообще для электродвижения по Российской Федерации. Корпус судна полностью выполнен из алюминия методом полуавтоматической сварки. Практически все материалы отечественные, отмечают в компании. Радионавигационные системы начала поставлять компания «Ситроникс КТ». Ну это вот у нас место судоводителя, капитанское кресло. Экипаж у нас для данного судна — это три человека, капитаны — два матроса. Здесь вот как раз капитан и управляет судном. Две ручки для каждого электродвигателя. Здесь капитан может увеличивать скорость, совершать реверс, ну и видит на панели все данные, которые приходят к нему с двигателями. Этот «Экоход-2» — второе судно в серии. Первое уже прошло ходовые испытания в Красноярске. На сегодняшний день у верфи контракт на производство пяти таких судов. Здесь же в Отрадном строятся и другие модели для городских пассажирских перевозок. В разработке линейка новых электросудов для плановой замены устаревшего флота на наших реках и озерах, а также для поставок на экспорт. У нас сейчас находится пять эко-басов здесь, уже достройка их. Еще пять корпусов они делаются у нас на других площадках, потом корпус сюда приводится, на него ставится надстройка, и начинается сборка, наснащение оборудованием. Прокладка кабеля, окраска, вставка стекол. На выход спустили, пусконаладка и отправили заказчиков. А как текущая ситуация повлияла на производство? Первые суда, они проектировались под зарубежное оборудование, хотя разработчик всего оборудования был российский, комплектующие он закупал за границей. Сейчас даже микропроцессоры — это уже все российского производства. Нашли выходы сейчас, все цепочки поставок выстраиваются. Мы понимаем уже, сколько времени у нас займет заказ изготовления и получения этого оборудования, поэтому жизнь налаживается. Согласно оценке, приведенной в транспортной стратегии России, спрос на электросуда будет расти. Ожидается, что к 2035 году их доля для водного транспорта составит 3,5%. Уже в этом году первыми, кто сможет прокатиться на электросудах, станут жители Москвы, Красноярска, Нижнего Новгорода и Перми.